Энергетики вышли на лёд, бьются с ним за свет на севере края из-за объединения высоковольтных линий тысячи человек без электричества. Достижения и провалы, за что несколько мэров сегодня получили выговор от губернатора итоги социально-экономического года в крае. История не по учебнику, свидетели их потомки вспоминают, как 70 лет назад на Кубани от фашистов освобождали Кавказский район. Ограниченные возможности и не только здоровья, как инвалидам получить заветный принес к трудовой книжке и какой выход они находят сами. Это «Факты» на девятом студии Екатерина Давыдова. Здравствуйте. Бригады энергетиков со всего края стянуты сейчас в Кущевский и Щербиновский районы. Круглосуточно восстанавливают километры повреждённых электролиний. Провода со столбами не выдержали тяжести ледяной корки. На границе с Росовской областью не работали сегодня школы и детские сады. Медучреждения на резервном электропитании. Тысячи человек дожидаются света в домах. Синоптики, между тем, дают неутешительный прогноз. С заледеневшего севера края репортаж Александра Проскуриной. Опоры линий электропередачи ломались как спички. За несколько часов в Кущевском районе упало 34 столба. На земле оказались километры проводов. Толщина льда кое-где достигала 4 сантиметров. Провода уже большие провисли и начало давить. Один столб и один за одним пошли валиться. Семь населённых пунктов около двух тысяч человек остались без света. Восстановительные работы начались ещё до рассвета. К местам аварий были направлены бригады энергетиков. Порядка 80 специалистов работали всю ночь. На сегодняшний день по Кущевскому району только было задействовано, будем ли так, 19 специализированные бригад, которые работали в круглосуточном режиме в соответствии с графиками. Энергетики попросту не успевали восстанавливать новые обрывы линий энергопередачи. Им на подмогу сегодня утром прибыли бригады из соседних районов. Все силы электриков буквально из городов, из Краснодара, из Тихорецка, из Ейска, из Арбавира, из ближайших районов, всё стянуто сюда. В первую очередь подать высокое напряжение, восстановить высоковольтные линии 10 кВт. Вот это самое главное – 10 кВт. В первую очередь в Кущевском районе запитали больницы и поликлиники. Их перевели на резервное энергоснабжение. А вот в школах и детских садах сегодня внеплановый выходной. Запитать высоковольтные линии и восстановить свет в большинстве обесточенных посёлков энергетики планируют сегодня ночью. Это необходимо сделать как можно быстрее, потому что во многих домах от электроэнергии зависит и отопление, и водоснабжение. Котлы электрические сидим без тепла, половина села. Плохо дела обстоят, чтобы никогда такого не было. А в соседнем Щербиновском районе энергоснабжение практически восстановили. Там уже в первой половине дня потеплело, лёд растаял, и энергетики смогли добраться до аварийных линий. На данный момент без света только один хутор Любимов. Там обрушилось 44 опорных столба, которые соединяли 3 километра проводов. Как рассказали энергетики, восстановить свет сегодня они не успеют. Линию им придётся возводить заново. Неутешительные прогнозы дают и синоптики. Ночью температура воздуха на севере края опять понизится. Это может привести к новым обледенениям. Ростуризм не рекомендует путешествовать в горах Сочи из-за опасности схода лавин. На своём сайте федеральная агентство сообщает, по данным МЧС, лавиноопасная обстановка сохранится в течение ближайших двух суток. Чрезвычайные ситуации могут привести к обрывам линий электропередачи, связи, перекрытию автомобильных дорог, мостов, тоннелей, автомобильным авариям. Владельцы горнолыжных курортов в Красной Поляне уже закрывают катание на некоторых трассах. Управление федеральных автомобильных дорог по краю сообщает об угрозе схода селевых потоков в районе Красной Поляне. Поэтому водителям нужно быть предельно внимательными на трассах. Из-за положительных температур и возможных дождей сход селевых потоков наиболее вероятен на левом берегу реки Мзымта. И предупреждение это действует до завтрашнего вечера. Работать больше и чаще лично, общаться с жителями посоветовал главам районов губернатор края Александр Ткачев. Сегодня под его руководством прошло совещание, на котором обсуждали итоги социально-экономического развития региона за прошлый год. И Ткачев отметил, были и настоящие прорывы, но и откровенные провалы, за что несколько мэров получили выговор. Евгений Вольский услышал, на что конкретно рекомендовано обратить внимание в каждом городе и районе края. Главы всех районов редко собираются вместе в таком узком составе. Подобные совещания, наверное, нравятся не всем, потому что здесь больше критикуют, чем хвалят. Сегодня Александр Ткачев пригласил мэров, чтобы пообщаться на языке цифр. Общекраевые экономические итоги озвучил вскользь. Кубань в последние годы демонстрирует хорошие показатели в разных отраслях, в том числе и привлечения инвестиций. Но, пожалуй, самые важные результаты 2012-го, по мнению Ткачева, это рост рождаемости. На свет появилось на 5000 малышей больше, а продолжительность жизни выросла до 72 лет. При этом средний показатель по России сейчас составляет 70 лет. Но это не значит, что все территории хорошо работают. Есть прорывы, но и откровенные провалы в работе. Исправить ситуацию поможет концепция развития Краснодарского края. Ее наброски сегодня озвучил губернатор. Край сегодня, исходя из разных причин, он, конечно, неоднороден. Наша задача власти всех уровней сделать, чтобы границы с каждым годом стирались. Между сельскими территориями, большими городами. Чтобы ни одного в крае не было медвежьего угла. Я думаю, что на первом месте вопросы здравоохранения. И этот год и будущий для нас должны стать развитием здравоохранения. Наш приоритет. Это означает, что мы в каждом поселении должны иметь ВАПы. И еще одним приоритетом, который должен быть, это электронное правительство. Это то, что позволит решить очень многие-многие вопросы. Особенно для жителей, для населения нашего края. Значит, то, о чем я говорил. Как сделать власть доступнее, понятнее. Чтобы человек решал свои вопросы, начиная от очереди детский сад, не выходя из дома. Значит, скорость принятия решения увеличивается кратно. В проекте «Развитие края» пять основных приоритетов. На развитие здравоохранения в этом году вновь направят миллиарды... ...шерско-акушерских пунктов в этом году. А еще через два, еще 500. Но все ли готовы? Выделены ли земельные участки под строительство? Губернатор замечает, спать некогда. Деньги просто так районам не дадут. В том числе и на то, чтобы латать дыры. Поэтому дороги – еще один приоритет. Они должны быть в идеальном состоянии. Довести объем дорожного фонда до 5 миллиардов – задача реальная, считает Ткачев. Об очередях в детские сады жители Кубани должны и вовсе забыть. Глава региона ставит задачу ликвидировать очереди в образовательные учреждения раньше 2016 года. Но и не стоит забывать о развитии спорта. Количество физкультурно-оздоровительных комплексов и ледовых дворцов необходимо увеличить как минимум вдвое, говорит губернатор. А каждый мэр должен взять себе за правило чаще общаться с жителями городов, станиц и поселков лично и онлайн. Через социальные сети. Каждый из вас почувствовал, что и в стране, и в крае уже совершенно поменялось отношение. Существует такой тренд на справедливость. И хочу сказать, что ваши избиратели, которые в общем-то совсем недавно убедительно поддерживали вас на выборах, вот за эти год-полтора они уже стали другими. И, конечно, повысились значительные требования к власти. Я говорю об открытости, о гласности, о доступности власти на всех этажах. Больше встреч, больше входов, идти в люди, чтобы их видели, чувствовали, слышали и так далее. Вот абсолютно эта идеология, она не меняется, она становится сегодня еще более значимой. Каждый муниципалитет должен максимально использовать свой экономический, природный и человеческий потенциал, чтобы все это эффективно работало на экономику и на людей. Там, где усилий власти население не видит, соответственно, и уровень доверия к местным чиновникам низкий. Среди отстающих – Приморско-Ахтарский, Ленинградский, Гулькевический, Староминской районы. В чем дело? Мы вошли, в общем-то, в тройку самых отстающих территорий. Мы второй год лишь активно участвуем во всех программах, которые работают. В общем-то, ну, каждый год и ничего личного, коллеги, ничего личного. Мне об этом абсолютно спокоен. У нас с вами ответит одно – работа, результат. Если этого нет, значит, и дальше наша дружба заканчивается. Имейте в виду, вас больше не любят, чем любят. Это же в районе, это же страшно. Эти же муниципалитеты в числе последних по ключевым показателям экономического развития. А вот лидеры по темпам роста экономики – даже не мегаполисы. Хорошие показатели у Лавинского и Абширонского районов. Население оценивает работу власти по нескольким позициям, говорит Ткачев. И главам не мешало бы заняться благоустройством городов. Это то, на что в первую очередь обращают внимание все. А задача краевых чиновников – подумать о мегапроектах. К ним относятся и Олимпиада в Сочи, и строительство игорной зоны Азов-Сити. В планах – создание промышленных кластеров под Краснодаром и Армавиром. Наращивание производства, отмечает губернатор, даст дополнительный толчок экономике Кубани. Евгений Вольский, Денис Москаленко и Валерий Пятов, 9 канал. После большого совещания губернатор Александр Ткачев и главы всех муниципальных образований отправились в Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник имени Фелицина. Гостям из районов показали экспозицию, посвященную 70-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Факты каждый день рассказывают о тех исторических событиях. Ведь именно в январе 43-го на юге нашей страны началась Северо-Кавказская операция. Советские войска перешли в наступление и 29 января был освобожден Кавказский район. О свидетелях тех боев и их потомках Маргарита Аветисян. В маленький кубанский хутор москвич генерал Герман Кириленко приезжает каждый год. Здесь, в братской могиле, лежит его отец. Молодой лейтенант Василий Кириленко в 43-м командовал взводом, который освобождал хутор Лосева. За мирное небо он и все его солдаты отдали своей жизни. Сын героя не мог поступить иначе. Всю свою жизнь Герман Васильевич ходит под погонами. И приезжая из Москвы на памятные торжества, генерал говорит, что здесь, на Кубани, память настоящая и патриотизм неформальный. Везде очень много формальных, очень много формальностей. Пришли, цветы положили и благополучно разошлись. Ну, сказали 2-3 слова. А вот так с душой провести это мероприятие, вот то, что делают у вас в Кавказском районе, это воспитание патриотизма. Воспитание, потому что дети видят, берут пример со взрослых всегда. И если мы это делаем, то дети берут с нас пример. За годы Второй мировой на фронт ушли 16 тысяч жителей Кавказского района. Больше половины не вернулись. Их имена на мемориалах и памятниках. В августе 42-го немцы заняли Кропоткин. Самыми важными объектами для них были мосты и железная дорога. А станция Кавказская была узловой на северокавказской ветке. Именно поэтому фашисты первым делом стали разбирать рельсы, чтобы сюда не могли доставлять дополнительные боеприпасы для советской армии. Тогда же фашисты разгромили колхозы, больницы, школы. Начались аресты и массовые расстрелы. На базарной площади Кропоткина немцы устроили концлагерь. Измученных людей расстреливали сотнями. Хоронили всех в одной большой могиле. Лидия Резниченко была среди тех, кто чудом избежал смерти. Она рассказывает школьникам, как пережила оккупацию и как после освобождения района записалась на фронт, добавив себе пару лет. Мы намучились за эти шесть месяцев, поэтому мы уже совершенно не думали о том, что с нами будет. Нам нужно идти, нам нужно защищать, нужно освобождать остальных, кто еще под рабством, под немецким рабством. Помнить подвиг этих людей учат школьников и в городском военно-патриотическом клубе. Его руководитель сам прошел войну афганскую. И теперь вместе с молодежью ищет по всему краю вот такие раритеты, отголоски Великой Отечественной. Изучать историю по учебникам, да, это, конечно, интересно, но когда ты сам участвуешь в этом, находишь все эти вещи, это гораздо интереснее. У меня есть прадедушка, ему вот совсем скоро будет 86 лет. Я просто преклоняюсь перед его подвигом, потому что я знаю, если бы не мой любимый дедушка и такие же молодые, отважные люди, как он, то сейчас, в принципе, не было бы ничего того, что мы сейчас имеем. Ценить это они теперь учат младшеклассников, поэтому по колено в грязи каждую весну ходят в поисковые экспедиции и на каждый праздник в школе обязательно проводят часы памяти. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем. В одном из сел Дагестана следователи нашли двух несовершеннолетних девочек из Краснодара. Они сбежали из дома в декабре прошлого года. Об исчезновении 15-летних Амалии Хуаде и Луизы Костеневой сообщили родители. Как показало расследование, несовершеннолетние побывали в Махачкале и Дербенте. Девочки часто выходили в интернет и переписывались с друзьями в социальных сетях. По этим перепискам и установили местонахождение школьниц. По словам несовершеннолетних, они поехали в гости к знакомым. Правда, их личности пока не установлены, и следователи рассматривают несколько версий исчезновения девочек. Возможно, всякие версии, потому что девочки малолетние, может кто-то испугались. В случае совершения иными лицами отношения малолетних девочек какого-либо преступления, будет рассматриваться вопрос о возбуждении уголовного дела. Сейчас Амалия и Луиза находятся в центре для несовершеннолетних в Дагестане. Решается вопрос о возвращении их домой. Под Краснодаром инспектор ДПС на собственном автомобиле насмерть избил пешехода. ЧП произошло на трассе между хутором Капанским и станицей Новотитровской. Полицейский, который был не при исполнении, около 9 часов вечера ехал на Ford Focus. На полосе встречного движения стоял рейсовый автобус, из которого выходили пассажиры. 26-летняя девушка обошла автобус сзади и попыталась перебежать дорогу в неположенном месте. Уже установлено, что полицейский был трез. Сейчас следователи выясняют, соблюдал ли он скоростной режим. Устанавливают ли другие обстоятельства ДТП. Около 3 тысяч кубанцев с ограниченными возможностями здоровья сейчас ищут работу. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил руководитель Краевого департамента труда и занятости. Он назвал только официальную статистику центров по трудоустройству. Почему так сложно инвалидам получить заветную запись в трудовой книжке и как это изменить в нашем следующем сюжете? Дата не юбилейная, но очень радостная. Уже целый месяц прошел с того дня, когда Максим Хоменко устроился на работу. Для инвалида второй группы эти 30 календарных дней срок солидный. Говорит, вакансию искал больше года. Приходилось довольствоваться редкими заказами. Теперь он программист в коммерческой фирме. Вакансия нашлась на сайте Краевой общественной организации инвалидов «Восхождение». Создатель электронной биржи труда для людей с ограниченными возможностями – Беслан Аслаханов. Он не понаслышке знает – красный диплом престижного экономического вуза бессилен перед другим аргументом – первая группа. Все его собеседования заканчивались одинаково – отказом. Вы не можете уйти в та группа. Глубо еще она все говорит. И тогда ко мне подошел охранник, и он взял меня за руку и в буквальном смысле этого слова выкинул меня оттуда. Я когда шел домой, мне хотелось аж плакать. В день на биржу труда приходит десяток резюме со всего края, а вот вакансий гораздо меньше. Не больше двух. Причем работу предлагают в основном фирмы из других регионов. Как правило, это дистанционный вариант – на дому. В день на биржу труда будет больше ста человек, обязанно предоставлять инвалидам вакансии – 2% от общего количества сотрудников. За это работодателю выдают субсидию на создание условий для труда – 60 тысяч рублей. Но вакансий все равно не хватает, признаются краевые власти. На рынке труда, если так сказать, для инвалидов то же самое присутствует дисбаланс спроса и предложения, как и на рынке труда Краснодарского края. Это в основном рабочие места, которые не требуют физической силы, поэтому это сфера обслуживания. Одним сайтом по поиску работы в общественной организации «Восхождение» решили не ограничиваться. Беслан планирует открыть курсы по бухучету, программированию и иностранному языку для инвалидов. Но пока денег не хватает даже на вывеску. За свои услуги плату здесь не берут. Александр Иванченко, Анна Федорова, Виталий Василенко, 9 канал, Краснодар. Героиня такой жизни – Анна Болдырева. Чувствует себя ненужной обществу. Ее не берут на работу из-за увечья. Она пострадала еще в детстве во время пожара. Над ней издеваются и смеются прохожие. Но, несмотря на это, каждый день девушка выходит попрошайничать на улице Краснодара. А вместе с такой жизнью Анна попытается начать новую, красивую жизнь в кабинете пластического хирурга. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайся. Как тебя зовут? Аня. Аня? Да. Что тебя беспокоит? Что тебя смущает именно? Меня смущает, в принципе, вот губа. Так. Вот это вот губа. Ага. И нос. И нос. Похоже, кубанская версия голливудского фильма «Без лица». Все это смотрите сегодня в 8 вечера сразу после фактов в программе «Такая жизнь». В Новороссийске возродили традицию походных церквей в армии. Солдаты десантно-штурмовой дивизии теперь посещают такой вот передвижной храм. Его построили на Волгоградском тракторном заводе. Военные долго тестировали конструкцию, разбирали, собирали и вывозили на полигон. Все испытания мобильная церковь выдержала и сегодня ее наконец-то показали журналистам. Главное, говорят десантники, что храм передвижной и специально сделан как прицеп для военной техники. Он будет путешествовать вместе с солдатами на учения и в районы боевых действий. Внутри полевого храма одновременно помещается сотня человек. Каждый день солдаты в личное время могут прийти помолиться или поговорить с отцом-настоятелем. «Очень хорошо, что есть такая возможность сходить в храм, поговорить с батюшкой, рассказать о своих проблемах, духовно как-то очиститься, разгрузиться». Священник в части, наверное, для многих является не просто человеком официальным, священнослужителем, а в некоторой мере таким духовно-отеческим наставником и обогащает их, вдохновляя на подвиг ратного труда. До этого на территории части была только молитвенная комната. Добавлю, что сейчас в российской армии таких храмов всего три – в Москве, Иваново и вот теперь в Новороссийске. Билеты на тестовые соревнования в Сочи можно получить уже сегодня. Пока в России открыты всего три точки – в Москве, Адлере и Сочи. Но купить билеты в этих кассах нельзя. Там проходные документы выдадут в обмен на электронные ваучеры. «Вы заказываете через официальный сайт – портрет.ру, либо контрамарка.ру. Там заполняете анкету, отсылаете, вам дают согласие, либо несогласие, оплачиваете картой оплаты и приходите, мы вам распечатываем». Соревнования по лыжным гонкам, биатлону, шорт-треку и лыжному двоеборью стартуют уже на этой неделе. А в ближайшие дни Оркомитет Сочи 2014 даст старт продажи билетов на этапы Кубка мира по Абаб-Слею, Скелетону, Санному спорту и биатлону. Эти состязания запланированы на вторую половину февраля и начало марта. У нас сейчас время спортивных новостей. В студии «Фактов» я приветствую Дмитрия Поповича. Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер. Как вам такая новость? Полицейских на футбольных матчах собирается вооружить электрошокерами. Как думаете, это усмирит слишком буйных футбольных фанатов? Ну, не знаю, как усмирит фанатов, но я думаю, что определенно придаст заряд бодрости нашему футболу. Ну, с вашего позволения, от футбола приду к созвучному виду спорта – гандболу. Давайте. Прямо сейчас «Факты спорта». В эти минуты гандбольная Кубань во дворце «Спорта Олимп» встречается с одним из лидеров чемпионата России команды «Ростов-Дон». Наши соперники сейчас находятся на второй строчке турнирной таблицы, в то время как у Краснодара пятая позиция. В первом круге на выезде Кубань на равных боролась с ростовчанками практически весь матч, но в конце уступила с разницей в три мяча. О том, помогут ли сегодня родные стены краснодаркам, взять реванш, расскажем в следующем выпуске. Кубанские самбисты стали победителями этапа Кубка мира на призы президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. На соревнованиях в Уральске представители краевой школы борьбы завоевали две золотые и одну бронзовую медали. Первые места у сочинца Арсена Ханджана и Эдуарда Кургиняна из Армавира. Бронза также на счету армавирца Василия Караулова. Этапы Кубка мира по самбо состоят из семи турниров и проводятся на разных континентах. В этом году в Уральск приехали спортсмены из 14 стран мира. Небеса посеребрили. Девушки из Краснодара заняли второе место на этапе Кубка мира по эстетической гимнастике в Будапеште. В соревнованиях участвовали около 20 команд из 9 стран. Первое место краснодарки уступили соотечественницам, спортсменкам из Москвы. Бронзу завоевала Финляндия. Для кубанских гимнасток это уже второй успех на этапах Кубка мира этого сезона. В ноябре в Италии они заняли третье место. Если небеса завоюют медали и на третьем этапе, который пройдет в апреле этого года в Болгарии, они пробьются в финал одного из самых престижных мировых соревнований. Хоккейный клуб «Кубань» предлагает болельщикам угадать автора сотой шайбы в истории клуба. На данный момент хоккеисты краснодарской команды забили 96 голов и близки к юбилейной цифре. Варианты ответов можно отправиться на электронную почту клуба. Ее можно найти на официальном сайте Кубани. Первого болельщика, угадавшего автора юбилейной шайбы, ждет приз от хоккейного клуба «Кубань». Отмечу, что сейчас лучшим бомбардиром грифонов является Марат Зарипов. Такими были новости спорта. А вот какая погода будет завтра, расскажет Светлана Листова. Я же прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания. Здравствуйте, мои дорогие любители хорошей погоды. Для тех, кто ждет зиму, скажу, что пока можно спрятать шапки и свои красивые шубы. Сильного снега не ожидается ни в европейской части России, ни тем более в нашем крае. Давайте смотреть, какая будет погода. Итак, наш край по-прежнему находится в поле пониженного давления. Мы входим в циклоническую систему, которая располагается на юге. Но над нами нависли два антициклона, один на западе, другой на востоке. И они пытаются сместить наше поле пониженного давления. Неприятно то, что они несут в себе холодный воздух. Из-за этого температура понизится, но не пугайтесь. Совсем чуть-чуть, градуса на три. Представьте, над нами холодно из-за антициклона. А сейчас у нас воздушная масса теплая. Это столкновение приведет к облачности. Как следствие, на юго-востоке в горах и предгорях пройдут небольшие осадки. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура ночью от 0 до минус 5. Днем до... В меже тоже возможны осадки. Ветер с порывами до 14 метров в секунду. С температурой повезло. Ночью до 7 тепла. Днем практически жарко, до 11 градусов. И сразу давайте посмотрим на рейтинг городов и узнаем, где теплее всего. Топс и Сочи-Геленджик там плюс 11. Холоднее всего. Есть Кущевская, Староминская там минус 2. В Краснодаре временами небольшие осадки, ведь дождя и мокрого снега. Ветер переменный 3,8 метра в секунду. Температура плюсовая, но все равно будет холодно. Смотрите. Утром плюс 1, днем плюс 5, вечером плюс 3. Давление высокое, будьте к этому готовы. Дорогие мужчины, доверяйте нам, женщинам, мы честно умеем хранить секреты. Правда, группами из 50 человек, но умеем. А еще улыбайтесь и будьте красивыми в любую погоду. И самое главное, не болейте. А в этом вам поможет партнер прогноза погоды трехкомпонентный спазмоанальгетик Брал. Удачи, любви и тепла. Пока.